Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Квартирник». И я сразу приношу свои извинения всем соседям, потому что сегодня мы немножко пошумим у меня на квартире. Но поверьте мне, это того стоит, потому что сегодня у меня, у вас в гостях шоу-группа «Двойной скотч». Добрый вечер, друзья! Привет, Олег! Привет всем ребятам в студии! Привет, дорогие! Видно в чане! Отлично! У нас есть такая маленькая традиция, но она достаточно устойчивая. Прежде чем, чтобы наши телезрители познакомились, какая сегодня будет музыка, а я думаю, что на том плане, когда мы ребят покажем, вы увидите, уже сами понимаете, что сегодня у нас будет такая шотландская вечеринка. Поэтому давайте настроим наших телезрителей на то, что они сегодня услышат в течение нашей всей программы. Готовы? Да, конечно. Давай, Андрюха! Так, кладем микрофончик. Ой, сдается мне, сегодня мы не уснем. Играет музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не знаю, я уверен, что и наши телезрители тоже самое, не знаю, какие-то части тела решили подвигаться, потому что я вот сидел и я понимаю, что у меня плечо пошло, потом второе, потом и ноги, и ручки, все это. Субтитры сделал DimaTorzok Андрей, Игорь, у нас прямой эфир, вы можете звонить, телефон указан на ваших экранах, давайте пообщаемся, вообще вы можете задать какой-то определенный вопрос, что вам интересно узнать о шоу-группе Двойной Скотч. Обязательно звоните, ждем ваших звонков, дорогие друзья. Игорь, давай тогда уж тебе, у тебя пока микрофончик, задам такой вопрос. Я его задавал уже на этой программе, но с удовольствием задам и тебе. Все мы, мальчишки, когда-то начинали подходить к музыке, это была гитара, это был какой-то вот такой, да, инструмент, даже, может быть, тот же аккордеон. Почему волынка? Развитие, ну, лично моей личности, как музыканта, начиналось в пять лет вообще, и начиналось с фортепиано. Потом военной, Суворовское военно-музыкальное училище, где я стал обучаться на гобое, гобое уже приближен к этому инструменту. Потом военно-дежурский факультет, где, собственно, я с этим инструментом познакомился, где я его приобрел и начал на нем играть. Ну, почему именно этот инструмент? Я не знаю. Может быть, вот в самом имени Игоря, это какое-то скандинавское имя, и есть вот две направленности в музыкальных инструментах, как я сам это ощущаю. Есть восточные инструменты, где нужна философия, где нужна мысль какая-то. Соглашусь. А есть музыкальные инструменты, из которых надо вот силой, упорством вот брать звук, вот волынка, именно вот этот. И у меня так в жизни все, то есть я не могу спокойно, у меня все экспрессивно, и все вот нужно добиваться. Это тот самый вот инструмент, который я искал. Мы еще обязательно поговорим об этом инструменте. Передай микрофон, Андрей. Чем отличается баян от аккордеона? Прежде всего клавишами. Так. То есть на баяне кнопочки, да, вот эти кругленькие, черно-белые, а на аккордеоне клавиши фортепианные. То есть левая рука одинаковая здесь. Да, то есть этот ряд, он одинаковый и на баяне, и на аккордеоне. Совершенно верно. А на чем труднее играть? Играешь ли ты на баяне? Все зависит от практики. От практики? Нет, это как раз баян и есть. Ну, баян, да, аккордеон, конечно. А аккордеон, ну, у меня было ознакомление, я сдал на пятерку. То есть не составил особого труда, потому что родственные инструменты. Тогда я истер-тибе уж такой вопрос. В каком возрасте ты впервые взял в руки инструмент музыкальный? Ну, если не ошибаюсь, в 7 лет. Причем это было... Именно сразу баян? Да, ну, изначально шли на аккордеон музыкальную школу с мамой. Я так размытые воспоминания, что я захотел именно играть на этом инструменте. То есть, ну, что-то не помню такого. Тогда такой несколько, может быть, вопрос ни о чем. Уж прости. В звучании есть разница между баяном и аккордеоном? Не особо ощущается, только для, ну, скажем, для профессионалов. То есть могу продемонстрировать звук аккордеона примерно, как вот он, если без регистров. А баян, он более такой русский, что ли, приближен вот к чему-то такому русскому старинному. Да, 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 согласен, согласен. Уверен, что наши телезрители, а я уж в первую очередь, уже готовы что-то услышать. Ну, и дальше мы продолжим нашу беседу. Какая композиция сейчас прозвучит? Сейчас прозвучит хеви, да, с небольшой вставочкой отель Калифорния. О, отель Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? Ну что, готовы слушаем? Еще раз нашим телезрителям напоминаю, 541-25-40, звоните. Может больше не быть такой возможности. Иглос, что может быть великолепнее? О, отель Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? О, отель Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? О, отель Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? О, отель Калифорния, Иглос, что может быть великолепнее? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Андрей, вот скажи, есть же трехрядка, у тебя пятирядка, просто добавляются ряды или что? Опять же лень. Упрощается, к примеру, если бы он был трехрядный, то есть если играть по хроматизму обычные аккорды вверх, то это получается надо менять позицию. То есть потом здесь, а с этим рядом все упрощается, то есть в той же, остаются пальчики, в том же положении и очень проще, гораздо проще. Здорово, здорово. Ну что, у нас музыкальная программа, а не разговорная, поэтому если вы не против, попрошу еще нас поиграть. Да, как я обещал, сейчас мы исполним композицию, в которой мы переплели различные национальные мелодии, русские и нерусские. Но в общей сложности мы как-то ее обозвали так сначала морской, а потом пехотной. Пехотные десантные. Ну вообще такая классная солянка, друзья. Вот вы сейчас лежа на диване, кто-то стоя на кухне, может быть, будете пританцовывать. И давайте напевайте вместе с нами, а потом сразу же нам звоните, задавайте свои вопросы. Поехали. Да больше того, я сам уже хочу привстать и какие-то уже повыдавать. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И не только Они дозванивались до нас У нас есть телефонный звонок Добрый вечер Здравствуйте 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 Олег Здравствуйте Андрей и Игорь Привет Очень приятно Вот я каждый раз смотрю квартирник И не перестаю удивляться тем гостям Которых Олег находит Вот в этот раз просто Вы превзошли Все ожидания Меня зовут Анфиса Я хотела бы спросить Извините Я не с самого начала Смотрю передачу Немножечко упустила И все-таки Может быть я где-то повторюсь Вернее вам придется повториться Вот на мой взгляд сейчас В том что вы исполнили Вы умудрились совместить В общем-то на мой взгляд Несовместимое Но у вас это хорошо получилось Какая музыка все-таки вам ближе Народная, популярная Вот в ваших композициях Или все-таки это равнозначно И еще Не знаю Может быть повторюсь опять же Говорят нет предела совершенству Бывали ли вы на родине Игорь Волынки И у вас была ли возможность Учиться у тех Кто вот как бы Испокон века У местных аборигенов Изучают этот инструмент Учатся на нем играть И если нет Есть ли такое желание Да попасть И например может быть Какой-то кумир Что ли вот так вот Спасибо Спасибо большое за звонок Игорь давай отвечай Анфиса Ну во-первых Огромное спасибо Что вы позвонили Огромное спасибо Что вы смотрите эту передачу Ну я хотел бы начать Со второго вопроса Анфиса так спросила Как будто она вот прям хочет Нас туда свозить Желание есть Анфиса Желание огромнейшее Есть Но к сожалению Мы с Андреем Сейчас над этим работаем Вот трудимся К сожалению работаем Или к сожалению еще не были Но мы над этим работаем Вот сейчас над этим работаем Да собственно зарабатываем себе Именно на эту поездку В которой бы хотелось И посмотреть Прочувствовать Ту атмосферу Собственно Откуда зарождалась Игра на волынке Традиции Впитать в себя Может быть побольше Вот этих традиций Может быть и мы Что-то новое из себя Можем выдать Благодаря этому Но к сожалению пока нет На волынке Я научился играть сам Были у меня друзья Которые мне подсказали Как правильно Но я еще говорил В самом начале Действительно Что мы с Андреем Музыканты с высшим образованием Мы закончили консерваторию То есть мы умеем играть На классических инструментах По крайней мере Ля от ми Отличайте Ну да Вот И первый вопрос Какой жанр Да Какая музыка Нам ближе Ну нам близко Вот как мы уже говорили Ну такая Зажигательная Панковско-народная музыка Я вообще хочу сказать Откровенно Я не знал В дальнейшем Я опять заинтригую Мы будем играть Композицию В которой будут Панковские вещи Звучать И когда я только начал знакомиться Случайно произошло В интернете Нашел объявление Ищем в группу Волынщика Для меня это был Просто шок какой-то Я думал Блин Классно Классно Надо позвонить Я позвонил Парень говорит Ну давай встретимся Ну мы не совсем Такую традиционную музыку Играем Ну как-то Я так напрягся немножко А потом приехал Познакомился Парни играют Панк Я так Присел Думаю Волынка и панк Блин Чё ты как-то Это по-моему Это несовместимо Что-то вещь Потому что в моём Не близнецы и братья точно Вот в твоём Олег Что такое в понимании Панк Это вот такие волосы И вива Там сигареты Подворотная Не знаю Что-то ещё Оказывается нет Это совершенно Вообще другое Панк Это русские Народные мелодии Только Под гитару И только Пьяными весело Вот Собственно Отличие Больше Никаких отличий нет Я настолько Пропитался Тогда Я с ними начал играть Надеюсь не то О чём ты говорил Чуть выше Ты пропитался Группа называется Цунами Можете посмотреть их Там Где в различных Социальных сетях Есть первоначальные Даже записи В общем Я с ними поработал И мне это настолько Дало какой-то такой Новый виток В моём развитии Вот Даже игре на волынке Оказывается Действительно Волынка может не только Вот такой орущий Там инструмент Но она может быть Ещё и на бэках То есть вот именно В панке Волынка Она больше бэковая Такая То есть она красочку Придаёт Небольшую А ещё одну красочку Придаст звонок От нашего телезрителя Отлично слушаем Добрый вечер Добрый вечер Добрый Меня зовут Виталий Мне понравилась у вас Мелодия вообще Такая классная Чё-нибудь сбацать Можете такую Обязательно Вот вы знаете Обязательно Сегодня мы сбацаем Что-нибудь такое Да Я думаю Не услышите И Слово возражения Ну что Давайте не будем занимать Время На разговоры Сыграем что-нибудь Мы сейчас играем Как раз ту самую вещь Про которую я говорил Но Олег И друзья Наши телезрители Сейчас кто К нам Дозвонился Кто ещё не дозвонился Кто нас смотрит Мы сейчас с вами Поиграем Немножко То есть мы вместе Сейчас будем исполнять Эту песню Это зажигательная композиция Она тоже Миксована Из различных тем Но самое главное Мы сейчас с вами Здесь создадим Атмосферу Вот такого Ирландского паба Отлично Вот А может быть мне Тоже вам немножко помочь Я могу взять Давай-давай-давай Бери Да Но мы сейчас попросим Всех вот и тебя И всех наших тут Операторов Сделать следующее И зрители Обязательно Зрители Сейчас мы все вместе Сделаем следующее А именно А именно Олег Так Мы все вместе Крикнем Эй Неплохо Итак Я надеюсь Наши телезрители Уже крикнули Или по команде Мы должны это делать Смотри Сейчас по команде Я уже взял инструмент В руки Смотри Вместе Три Четыре Хэй Хэй Да Громко и коротко А сейчас мы сыграем Андрей сейчас сыграет Композицию Отрывочек небольшой В тот самый момент Когда нужно будет Это крикнуть И потом В дальнейшем Когда вы услышите Эту композицию Обязательно Все вместе Компанией С семьей С бабушками С дедушками Крикните Хэй Поехали Поехали Запомнили? Запомнили Так Ну что А до этого Олег Мы делаем следующее Так На что только не пойдешь Чтобы понимаешь Так вот это Так Надуваем Готовы? Готовы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здорово, ой, здорово, 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 здорово. Я так сожалею, что у нас времени не так много остается, чтобы спросить что-то, пообщаться. Почему ты не спрашиваешь, носим ли мы вообще что-нибудь, подкидываем? Это такой вопрос, провокационно-традиционный. Ну, мы его привыкли уже чувствовать, слышать постоянно ото всех. Ну, говорят, это на самом деле так. Вот недавно была свадьба у одного, по-моему, гонщика шотландского. И он тоже был наряжен именно в одежды традиционной шотландской. И он сказал, что я был без нижнего белья. Мы тоже. Ну, что ж, вот на этой, так сказать, ноте, достаточно интересной, загадочной. Давайте вот сыграем что-нибудь, да? Почему? Потому что у нас осталось буквально там 3-4 минутки, мы успеем сыграть одну композицию. Какую выбираем? Отлично. Эта композиция также миксована из различных, но там звучит марш, традиционный марш шотландский, Scotland and the Brave. И еще один сюрприз, который все узнают. Ну и, да, в общем, друзья, слушайте, давайте. Итак, я еще раз напоминаю нашим телезрителям, сегодня у меня в гостях на квартире была шоу-группа «Двойной скотч». Друзья мои, готовы? Поехали! Друзья мои, готовы? Друзья мои, готовы? И на шее танцуем! Друзья мои, готовы? Друзья мои, готовы? Друзья мои, готовы? И на шее танцуем! Друзья мои, готовы? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok